Тили-тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли Тема деньги Красивая тема, хорошая тема Ну, красивая, наверное, сегодня ее юзают все, кто только не может Красивая тема Да, потому что, знаешь, какая ложь у человека в подсознании, да, и в проявлении есть Не в подсознании, в проявлении Деньги-то зло Ну, я же не могу, потому что у меня нет денег Я же, я все меряю из денег. И все деньги виноваты, потому что мне нужны деньги, и поэтому они из ложь, потому что мне же надо работать, чтобы добывать, где-то думать, чтобы были деньги. Смотри, тут у человека на самом деле такая ложь самому себе идет, просто феноменальная. Все объясняется деньгами. Ну, можно убрать слово деньги, можно поставить слово аренда, бизнес, блогерство, любой род деятельности сюда вставь, и человек любой род деятельности будет мерить деньгами. Вот те же самые, что меня недавно улыбнуло, это я новости смотрела, ну, как новости, в ТикТок подбросила ролик, и там была информация, что парень рассказывает, вот он работает официантом, и вот у него на чаевых там выходит какая-то сумма в месяц, и сумма достаточно внушительная, потому он говорит, что зарплата, в принципе, не имеет значения, зарплата небольшая. И буквально прошло, наверное, дня три или четыре, я тут же ловлю следующий ролик, где уже человек объясняет, что налоговые органы будут обязательно проверять официантов и так далее. Я уже тоже натыкалась. И пошло, ну, ТикТок, когда кидает, он же разбрасывает все. И я, меня даже улыбнуло, вот только всплыло, вот только всплыло, человек похвастался, да, и тут же, тум, мы вас задавим, мы вас под контроль возьмем, тум. А на самом деле работает вот этот вот механизм на том, что зависть, жадность, непозволение себе, непозволение реализоваться, непозволение проявиться и так далее. Тот же самый официант, если ты плохо обслуживаешь, если ты неискренен, если ты плохо относишься, ты же не получишь чаевых. Тут, если ты горишь, то тебе больше дают. И ты напрямую зависишь от того, как ты проявлен. А вот, и точно так же, просто здесь это заметно, как пример, точно так же это абсолютно в любом деле. Деньги – стимул, на самом деле, вот это так, да? Получается, если ты просто работаешь за деньги, вот представь, приходит человек там, ну, какой-то, ну, бюрократ назовем, да, маленький клерк, я даже не знаю, какое слово, на госпредприятие, приходит работник, который садится, и он может целый день ничего не делать, но он будет требовать зарплату. И приходит, я вот столько стою, я мне вот это, и уже сел, как только он это место, как только зафикс трудовой появилась, можно ничего не делать. Вот при таком подходе, и сравни, вот с этим официантом, который будет крутиться, потому что ты, вот сколько ты набегал, который непосредственно зависит его, да, заработок, да. Или тех, кто разносчики пиццы, развозчики. Помнишь, как в Москве ребята крутились, да, да, и у нас тоже самое, как стараются, доставки всякие и так далее. Потому что ты, если ты быстро прокрутился, если у тебя все хорошо, что ты получил чаевые, если нет, если не в срок, или где-то какой-то косяк, ты их не получаешь. И вместо того, чтобы стимулировать человека зарабатывать, то есть можно не чаевыми стимулировать, а человек просто сам, вот сколько ты заработал, столько ты имеешь. Ну, тогда надо будет людей зарегистрировать предпринимателями. Только хотел сказать, тогда это о ком. И тогда вообще форма предпринимательства и самозанятые, она теряет смысл. Есть человек, и есть его ответственность. Эта ответственность выражена вот такими-то обязательствами перед государством. Но тогда не надо никаких самозанятых и никаких ИП. Ничего не надо. Просто есть форма человек. Человек, который нетрудоустроен на найме, но который обеспечивает свою жизнь сам. То есть человек, взявший ответственность за свою жизнь. Но тогда такие люди должны быть в обществе в приоритете, потому что они действительно зарабатывают. Они не отсиживают свою жизнь. Они не просиживают свою жизнь. И в дальнейшем те, кто просиживает свою жизнь, они ложатся обременем болезней. Потому что им же должны. Весь мир должен. Как только тебе кто-то должен, привет телу, оно уже болеет. Ну, потому что будет злость. Если слово должны, значит, будет уже обида, вина, злость, агрессия. Полный спектр игры. В низком диапазоне. И тогда вообще найм равно болезнь. Да, так и есть. Оно так и есть. В подсознании так и есть. Любой наемный работник, раб, любой найм – это болезнь. Через равно. И исключение «мне же интересен мой найм» – не обманешь ты подсознание. Не обманешь. У тебя вынесена ответственность. Потому что деньги ты получаешь не от клиента, а от промежуточного звена, от руководителя, от хозяина. Особенно, да. Особенно, если это стабильная зарплата, то это просто сразу можно написать деградация. Все, человек не будет рваться на своем месте. Он будет просто сидеть, отсиживать и получать зарплату. И процветать не будет это производство или что-то там. Оно не будет процветать, потому что, ну, будут вот так сидеть и получать. Это, знаешь, как получил человек что-то, допустим, там, в наследство, да, землю, где растет сад образно, да, и вот он этим садом и питается. И даже думает, не думает, посадить что-то, поухаживать за деревьем. Что с этим садом будет, если он будет просто им питаться? Ну, растет-зарастет. Есть военные, есть образование, есть медицина. Казалось бы, как здесь? А здесь все точно так же. А здесь все точно так же. Везде должен работать интерес. Да. Но у тех, кто прячется за вот такие коллективные формы, даже прикольно, общество с ограниченной ответственностью. Прикинь, фирмы, это люди прячутся от ответственности. И так смешно выглядит это все со стороны. То есть человек прячется от ответственности. И при этом он говорит о том, что деньги злой. При этом он идет и требует зафиксироваться. При этом включается ложь, обман. О, блин, тут просто вот полный букет расцветания под болезнь. Потом, чего ж я болею? А ты не можешь не болеть. И если такому человеку скажу, измени свою жизнь, возьми ответственность, он уже не может. Вот этот шаг с найма хотя бы наипельно самозанятый, он настолько тяжелый. Я просто его делала сама, и я знаю, насколько это тяжело. Это очень тяжело, потому что атрофируется, именно атрофируется своя собственная сила, желание свое двигаться. Оно атрофируется именно, знаешь, как неиспользуемый орган в теле, он тоже атрофируется. Вот там нога или орган, или конечность, да, атрофируется. Вот так же и здесь тоже атрофируется. И очень сложно потом его, если вдруг захотел взять все в свои руки, это действительно очень большая сила должна быть. И желание. Самое главное интересное. И смотри, вот те люди, кто находится вот в таком состоянии, когда сам не реализуюсь, сам не проявляюсь, сам, вот весь мир мне должен, да, и теперь смотри его реакцию на того, кто проявляется, реализуется, кто куда-то стремится. Он его будет тянуть назад всеми способами. Тянуть назад раз, а потом зависть и зло. Ну так назад. Так я же говорю, это назад любой способ. Любой способ назад. Главное, чтобы... Потому что зависть же разъедает. Ну, опять-таки, вот тебе болезнь. Опять-таки. Мы говорим сейчас тоже о болезни. Тоже про болезнь. Ну, видишь, в основе этой болезни лежат парадокс. Деньги. Угу. В основе болезни лежат деньги. Вот оно зло. И как только ты примешь эту программу, ты не имеешь ни здоровья, ни денег. Вот оно, вселенское зло. Ну, да. Что носим, а то в то играем. А с другой стороны, если мы посмотрим на деньги просто как на объект материи, материальную бумажку, за эту бумажку ты можешь купить то, что тебе надо, и ты, реализуясь, проявляясь и так далее, когда ты берешь ответственность за свою жизнь на себя, ты эти бумажки имеешь. Но они... Нет, ты их не обесцениваешь. И в то же самое время они не являются первоосновой для тебя. Потому что ты живешь своим интересом. То есть это промежуточное звено, которое у тебя есть. Потому что они есть всегда, где есть интерес. Где есть интерес. Они всегда едут с интересом. Всегда. Причем в противовес. Если ты идешь за деньгами, интерес едет в тележке и спит там. Его у тебя нет. Если ты едешь за интересом, то они едут в тележке, бери и пользуйся. Всегда. И, кстати, тоже спят, потому что, когда ты в интересе, ты о них не думаешь. И только в тот момент, когда они нужны, ты какого проснитесь, пошли потрачу. А так они просто едут. И ты даже за это... Они просто есть. Они просто есть. Они просто есть. Когда ты в своем интересе, то они просто есть в том объеме, в котором они тебе нужны на этот твой интерес. Вот сто процентов. И если вдруг твой интерес начал расти, не с позиции эго, то есть обмана, а с позиции твоего развития уровня, вот ты внутри, твой интерес начинает развиваться в тебе, и тебе еще, еще интересно. Точно так же они растут вот точно так же. Вот смотри, мы сейчас, сегодня начинаем новый проект. Проект создания. И вот если человеку сказать, создаем деньги, реакции человеку. Реакция человеку. Разные реакции будут. Кто-то скажет, ну, ну, создайте деньги, вот висящие на яблоне, да? Или там на груша. Я посмотрю. Он ушел вот в такое выталкивание. Кто-то скажет, да. Кто-то скажет, ой, очередная... Лохотрон. Да, 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 да. А кто-то скажет, а интересно, как их можно создать. Но в голове у него будет, как создать купюру. Ведь создать можно, сесть нарисовать или на ксероксе напечатать. Вот. И следующий вариант. Какая реакция, может быть, создаем? Ведь очень у малого количества людей, вообще, это 2% людей, у кого в голове промелькнет мое сознание, создающее. Я могу создать все. А если это все, то это могут быть и деньги. Вопрос. С какой стороны я буду заходить, чтобы они были? И вот у этих людей, у этих людей начнется анализ своих возможностей. Анализ возможностей, анализ той точки, в которой человек находится. И к возможностям могут относиться и связи, и жизненный опыт, и возраст, и статус, и там куча, куча, куча таких возможностей, когда человек, да, 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 и тут же интерес приходит, да, и вот этот мой интерес. А этот интерес я могу конвертировать вот так-то и так-то. Но это 2%. А остальные ждут, и у них в голове стандарт. Если мне никто не дал, как на найме, значит, они ниоткуда не могут прийти. Все. Я помню еще, когда я проходила этот мастерской успеха, ну, бизнесовый этот курс, много-много лет назад, и там было название, вот, ты видишь только корыто. И ты даже не знаешь, кто тебе туда наливает. Но ты требуешь, чтобы там было налито. Вот это про найм было. И ты хрюкаешь, если там не налито, ты недоволен. Все называлось именем. Жестко, но это же на самом деле так. Ты кроме корыто ничего не видишь. Оно разделяет тебя и руку дающую. То есть, в тебе нет хозяина. В тебе нет хозяина. Хозяин вынесен. Ты не хозяин себе. Ты зависишь от хозяина. Если у тебя есть... Собака зависит от хозяина. Да. Если у тебя есть корыто, то ты про создание даже мыслить не будешь. То есть, максимум, что для тебя будет создание, это либо фокус, либо нарисуем картинку. Напечатаем. А ну, может, помечтаем. А, да. Еще можно, да. Посидим, помедитируем, помечтаем. Да, помедитируем, помечтаем. А реальное, когда мы говорим о создании, когда мы говорим хозяин в доме, то это только интерес. И я проявляюсь. И по-другому не будет. А других вариантов просто нет. Я проявляюсь. Я хозяин своей жизни. И я проявляюсь. И тогда есть вариант, а так нет. Но тогда это не про найм. Найм это тема, которая совсем не стоит рядом с деньгами. Вообще. И, кстати, с развитием она тоже не стоит рядом. Да. И когда осознаешь, вот когда уже пришел к этим темам создания, да, я, например, сейчас по-другому смотрю на сумасшедшие проекты. Вот там покорим Марс, да, проект сумасшедший. А теперь смотри, что можно впихнуть под это сумасшествие. и там действительно будут деньги. И там действительно есть интерес. И вот это сумасшествие, оно самое здоровое. Но при этом тут же задается вопрос, да кто этот вот Илон Маск? Он мошенник или не мошенник? А назовите, как хотите. Просто озвучена правильная цель. И точно так же, ну, Марс, как пример, привела, точно так же у каждого есть сумасшедшая цель, но при этом они не отрываются от своих возможностей. И эти возможности просто тупо используются в моменте здесь и сейчас на создание того, что тебе надо. И озвученная цель не всегда совпадает с тем, куда человек идет внутри себя. И в этом правда. Главное, чтобы он осознавал, куда он идет внутри себя. И можно об этом не говорить. Цель снаружи. А то, что у человека внутри, главное, чтобы он знал, что там внутри. Именно знал. Чтобы там не было пусто. Чтобы у него там были знания. Были знания. Потому что если там пусто, то будешь иметь Ваньку-дурачка. Повезет, не повезет. Угу. Вот это все интересно, конечно. Но к созданию можно раскачать человека. Раскачать, подвести. Посеять сомнения в непререкаемом авторитете корыта. Ну, есть то, что несомненно выгодно. Посеять сомнения. Вот когда ты начинаешь сеять сомнения, человек начинает задумываться. И в какой-то момент вот это несомненно выгодно обнажает. Выгода есть там вторичная. Лень, ложь, нежелание двигаться, нежелание проявляться, какая-то травма, еще что-то. Там обязательно будет под основу. Вот убери эту под основу и мир заиграет другими красками. Ну да, тема Сенек интересная тема, особенно ее создание денег. это вообще тема. И на самом деле вот я сейчас сижу, слушаю, а я нахожусь вот глубоко-глубоко в чувствах всего этого и конкретно осознаю деньги. Как знаешь, что как искоркой жизни. Один в один как человек рождается из искры, да, вот так же я деньги осознаю такой же искрой жизни. Потому что, только с другой стороны, потому что действительно стимул, стимул, так же, как боль, да, поднимает животное. Точно так же деньги стимулирует человека на движение. И смотря только, как ты к ним подходишь и как ты на них смотришь. И вообще смотришь ли на них или чувствуешь себя. Здесь разная. Разница огромная. огромная. Но видишь, те же самые игры, запущенные какое-то количество столетий назад, даже не десятилетия. А в печатный станок, во все эти игры. То есть, это тоже заход в деньги, в осознание определенной грани денег. Те же самые заходы, это как Эскобар, наркоторговец, который имел просто заваленные помещения деньгами, пачками денег. Он ими печку утопил, чтобы согреть своих детей. А дети голодали при этом. Это тоже определенная грань денег. Человек стремится за бумажкой, а бумажка ничто. И ты познаешь ценность и не ценность этого всего. А что это за история такая? Ну, это в Мексике, когда один из наркоторговцев прошлый век топил печку деньгами, потому что не было возможности купить продуктов за них. В розыске был. Поэтому тут недавно тоже увидела ролик интересный. Как раз мы с тобой поставили тему, то, что сегодня будем раскрывать вечером по созданию денег. И я ролик увидела, как мужик достает заначку 50 с лишним тысяч долларов. Они такие сгнившие в плесень. Он их положил, и они как-то так не очень удачно перезимовали в его тайнике. И тоже человеку надо было прожить и жадность, осознать, и все. Зачем ему в жизнь такое пришло? Он, конечно, хорохорился на видео, пытался смеяться, но чувствовалось, что там просто до инсульта. Что только не бывает, да? Какие только истории не бывают с деньгами. деньги зло? Это стандартная программа, по которой человек их не имеет. И самое интересное, что когда человек в другом человеке видит обманщика, мошенника, вора, еще кого-то, он полностью видит свое скрытое зеркало, которое он боится у себя. И он тоже не имеет денег тогда. Потому что у него в основе лежит осуждение через наличие деньги. У него идет ограничение. И поэтому это, как я сказала, те, кто, наоборот, назад тянут. То есть не дают идти в это, не выглядывай из ямы, сиди, как и я в яме. Да, да, да. И в то же самое время, когда ты вот с разных восприятий можешь смотреть на деньги, на деньги, вот я сейчас на Беларусь смотрю когда, да, с позиции денег, я понимаю, что мы сидим на золотой бочке. Вот просто на прииске. Да. Золотые жилы просто уходят во все стороны. Причем, какую страну, какой континент ни возьми, туда уходит золотая жила из Беларуси. Это расположение Беларуси. Круче, чем нефтепроводы. И причем вот сейчас настолько идеальные условия для прокачивания этого золотовалютного резерва, чтобы он качался сюда естественным образом, просто грамотно выстроить шахматную схему. Потому что транзит между Китаем и США, он будет идти через Беларусь. Через Россию, Европу, опять-таки США, Беларусь. Все, что касается арабских стран через Беларусь, все, что касается Африки, Австралии, расположение. Это вот Минск, даже подсказка Мена. И если Беларусь сделать одним, просто одним офшорным банком, убрать все, оставить только офшорный банк, это будет круче Дубая. Причем вся страна будет Дубаем. И это будет за 2-3 года. Просто это грамотно запустить. И для этого есть ряд условий, которые надо выполнить. И сегодня есть все для этого. Вообще все. Вот смотришь на это и думаешь, ну когда, когда этот краник откроют и он потечет. Реально это можно сделать очень быстро. Но для этого на деньги надо посмотреть как на поток. И поток, который может бушевать, если убрать ряд ограничений, а сегодня убрать эти ограничения ничто не мешает. Вот смотри, даже я сейчас скажу сумасшедшую вещь, казалось бы, людям уже вкинуто. Вот границы Литва закрыла, убрала погран, не закрыла, а убрала погранпереходы. Литва правильно сделала. Ей надо все погранпереходы убрать. Осталось убрать погранпереходы с белорусской стороны. Они вообще нахрен не нужны. И то же самое с Польшей. Уберите все погранпереходы с польской стороны. Убраны уже убраны все, остался один. И осталось все с белорусской стороны убрать. И все, все свободны. Кто-то держит, кто-то не нужны. А запустить нормальные офшорные условия и сделать единый банк из всей Беларуси. Сегодня это позволяет сделать образование, население, условия, расположение, политическая ситуация сегодня располагает это сделать. Уже весь мир переругался, дальше некуда. Все равно придется строить вопросы, вот эти обменные операции. Это все здесь, все здесь. Ну и, соответственно, крипту, все вот это тоже добавить. Но для этого надо, чтобы голова, одна голова просто подумала, охватила это все и запустила это все в работу. И это Беларусь это крутейший офшор. Крутейший банк. Всемирный банк это Беларусь. Это не тот, кто себя называет сегодня Всемирным банком. Для этого надо широко открытые глаза видишь, увидеть это все. Увидеть это все. Как возможность. просто в этой теме сейчас в Беларуси крутейшая возможность. И таких возможностей нет ни у кого. И самое главное, что это возможности на перспективу. Возможности следующей игры. Потому что сегодня все рукоплещут Китаю, А завтра, ребята, завтра еще Америка очень захочет объединиться с Россией. Потому что это единственно правильное решение на самом деле. Единственно правильное. А помнишь, помнишь, это сколько, три года назад мы с тобой смотрели схватку России и Америки. Как будет развиваться событие в этой схватке еще до войны с Украиной. И в этой схватке побеждала Америка. Там был очень сильный клан. Тот, который соображал и выстраивал правильно политику. И потом были некоторые коррективы. И потом интересно, изменилась судьба королевской семьи. Квеллер, Ротшильд. У них как-то так раз и все начало меняться не туда. Начались ошибка, 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 ошибка. И сегодня нет, сегодня идет поглощение. Все будет развиваться. Просто пока это еще не так запято. Да. Потому что солнце всходит здесь. И вот в этой истории тогда Китай, США играют другими красками. Но опять-таки если на это смотреть с позиции денег. с Китаем надо вообще осторожно быть. Там, кажется, кроме Китая еще есть две точки, которые мы тогда смотрели, которые тоже сигналят красным цветом. Это Индия и арабские страны. Арабские страны уже на затухание идет. А Индия еще не вспыхивала. Тоже две точки. Ну, это там природные катаклизмы очень хорошо будут работать в плюс. А все вот эти вещи видны с позиции денег. Только через призму денег ты это можешь видеть. Если у тебя будет фонить программа деньги это зло, то как ты можешь смотреть на любую историю через призму денег? Ты не можешь. У тебя будет сразу шторка будет. Убери шора и ты будешь видеть. Убери шора и захочется создавать. Во что играть будем, товарищи? Это весело. сегодня играть начнем? Начинаем. Начинаем. Ну, поехали.